Алё, слышно мне, да? Ну, что-то не видно тебя. Да-да, сейчас я откроюсь. Голова у тебя ушла куда-то. О, вот так закрепи. Да-да-да. Ну, я слушаю, добрый день. Добрый день, отец. Значит, я... Сейчас я, одну минуту. Ну, вот я тебе задал два вопроса. Хорошо, но ты знаешь, что у нас всё записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Да, я не против. Говори, пожалуйста. Значит, два вопроса. Очень хорошо, что ты вышел. Да ты вышел на меня-то, вышел-то. А я тебе дал знать. Я думал, ты стучишься ко мне. У меня разговор был здесь длинный. Да, ну... Как здоровья отца Якима? Да не, живой ещё? Живой, да? Да. За живого молись пока. Да. Господи, помоги, да? Да. Ну, ещё мог много послужить. Сейчас я найду это, где это было. Господи, помоги, да? Так, как-нибудь оборон, библиотека, библиотека, документы. Ага, нашёл. Да. Значит, ну вот, я получил от тебя записку такую, что, значит, ну, вся ваша команда, ну, вот, такой приход, ну, можно сказать, святой. Значит, они уехали в Покровский собор. Да. Да, на Стретенье, да. И вот тоже мы торжественно встречали этот праздник, Стретенье. И, значит, когда читали послание апостола, вот, которое положено на Стретенье, да, здесь у меня, вот, возник вопрос такой. Значит, да, я так сейчас мыслями соберусь, пенсионерам. Да, значит, пророк Симеон, который вот столько долго жил, ему было предсказано, пока он не увидит Христа Спасителя, да, здесь, да, он не закончил свою жизнь здесь на земле. И вот по вдохновению он пришел в храм, а в это время Мария с Иосифом пришли, принесли младенца, когда по закону, 40 дней, дни очищения. И вот Симеон взял его на руки и благословил. Ну и вот, когда мы читали здесь апостола, значит, там сказано, что меньше, значит, выходит меньше благословил большего, значит, больше благословляет меньшего. Значит, значит, младенец Христос, здесь Симеон меньше, здесь Бог воплотился, а Симеон меньше, и благословил его, Симеон меньше благословил большего. Значит, но послание апостола сказано, что больше благословляет меньшего, да. Ну и тогда я, и там в этом послании сказано было, что, сейчас вот я открою это, здесь, что, значит, Иерей починул Милхиседыка. Значит, Бог благословил Авраама, значит, когда Авраам одержал победу над царями и спас своего племянника Лота, тогда, значит, вышел ему навстречу священник Бога Всевышнего и благословил Авраама. Да, благословил, ну, это, наверное, на будущее служение, о пришествии спасителя Иисуса Христа, который Авраам явил образ этот, здесь даже вот эта жертва Аврааму свидетельствует о Христе, что Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб. И вот здесь роль, не роль, это нехорошее слово, да, служение, значит, служение Милхиседыка, как священник Бога Всевышнего, да, значит, совершал, мне пока, ну, вот я так думаю, совершал здесь в то время Симеон. Здесь, ну, вот я расскажу одну историю, когда я был, значит, в Израиле, я был на эскурсии, и вот эскурсовод на христианской эскурсии, он нам рассказывает, вот здесь был Милхиседык, я говорю, Милхиседык, священник Бога Всевышнего, как он может там, ну, когда-то быть там, здесь без рода и без племени, я говорю, не может такого быть. Но здесь, но сейчас, значит, где-то я видел разъяснение, значит, Милхиседык, священник Бога Всевышнего, это, это, значит, ну, как говорится, это чин, это чин, который всегда был и будет. Но когда еще не пришел истинный священник, которому предназначался этот чин, не пришел на землю, тогда, значит, Милхиседык исполнял эту роль, это служение, и благословлял, вот таким образом благословил Авраама. Ну, и вот, когда пришел Спасителя, принесли Спасителя, значит, принесли Спасителя в храм, то Симеон, где у меня это там, Симеон благословил его, значит, меньше благословил большего. Да, ты посмотри, где-то у меня опять исчезло. А, вот. Сейчас я открою, и вот эти, а, что-то у них получается. Да, да, значит, вот вопрос у меня. Значит, можно сказать, что Милхиседык, как Милхиседык, священник Бога Всевышнего, встретив Авраама, благословил его, и он дал ему десятину. Так и Симеон, в чине, значит, Бога Всевышнего, благословил младенца Иисуса Христа на будущее служение, вот именно первого священника будущих благ. Так, и вот здесь приводим места. Без всякого же прикословия, вот это выделить, без всякого прикословия меньше благословляется большим. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей пребывает вечно, имеет священства неприходящие. Так и, также Симеон возвестил о его страданиях и о искупительной жертве. Это, как говорится, наверное, центр служения, это распятие на кресте за грехи наши. И тебе, да, Симеон сказал такие слова, тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Вот здесь, да, поэтому здесь вот вопрос. Можно ли вот сказать, что Мелхиседек служил по чину, значит, исполнял служение Бога Всевышнего, возвестил служение Спасителя? То есть сделать, как бы сравнить Симеона с Мелхиседеком, я так понял, да? Да. Во-первых, Симеон не был священником, нигде это не написано. Разве он священник был? Ну, наверное, здесь... Он переводчик был, как говорят, истории при Филадельфии, императоре. Ну, давайте отсюда говорить. Самый надуманный праздник из 12 до на 10-х праздников, самый надуманный, это Сретение. С чего ради праздник? Притом праздник смерти, его назвать можно. Такого праздника нигде больше нет. О чем? Он не может умереть. И пришел, чтобы по вдохновению, и он ему еще сказал, ныне отпущаешь, и то есть ныне я умираю, и все. Но какой же это праздник? Да когда шли в преисподние места. Это надуманные монахи в 4 веке сделали, в 4 веке. Они сидели, не знали, как подогнать под 12, а никаких событий не было. Они могли бы сделать 12-й праздник, один из самых больших. Это Сретение с Саввла со Христом на пути в Дамаск. Сегодня бы миллиарды людей это праздновали. Кто пережил как, и каждый мог бы рассказать. Симеонов, то встреча брать по Евангелию, она никому ничего не принесла, нигде не отразилась, ни на чем. А он сказал, оружие пронзит душу. Да и так понятно, если он на распятие, а мать будет живая, скорбь будет терзать ее. Вообще в этом празднике ничего нету. Но я православный, и разговоров нету. Я праздную, все делаю, но в себе я имею в виду праздник искусственный, надуманный. И сравнивать с Симеона не с кем. Знать, где Мельхиседек? Так сейчас главное, что? В храмах мощи убиенных младенцев в Вифлееме нашли. Но это любому понятно, что никто их не давал. Отношение к мертвым было как к осквернению. И кто бы с чего хранил-то? Попы уже дурят и дурят на каждом шагу. Никакого места, где умер Адам, нету. Нету он был там, где Голгофа. И под крестом рисует череп на всех этих... Это там, говорит, он воскресил Адама, кровь текла. Ну, то есть басни, как Златоуст говорит, басни пьяных старух. Бредни. Никак нельзя сравнивать. То несравнимое. И то незнамо откуда. Мы не знаем даже, что оно означало то благословение. А мог ли он меньше благословить большего? Мог. Мы меньше Бога. Написано, рабы Господни, благословляйте Господа. Сыны Ааронову, благословите Господа. Израиль, благословите Господа. То есть Бог нас благословляет тем, что дает. А мы благо, то есть восхваляем Его. Слово благословите имеет не одно значение. И вот здесь мы должны остановиться. А может ли простой человек, ребенок благословлять мать? Может. Мать затопляет печку, никого нет. Она обращается к маленькой девочке рядом. Благослови меня затопить. И она уже знает, что ответит. Бог благословит. Я не могу, но Бог благословит. Я желаю это. Благослови, то есть будешь расположен, смотреть, чтобы дверка не открылась и огонь не выпал. Ну, нельзя так по-дубовому-то думать. Слово благословите, если мы в Слове Божьем-то посмотрим. Я сейчас просто скажу. Коротко. А, мне нельзя, придется здесь отрывать. Ладно. Потом я скину. Это слово благословите встречается сотни раз. Да. Но нигде нет такого, чтобы, когда говорится меньше-большему, это хиротония в первую очередь. И это касалось того места, где благословлял. Он больше был по знанию. По благословению от Господа Мельхадзеседек по сравнению к Авраама. А десятину принял как... А в его чреслах будет Исаак, а не у Яков, а от него родится Левий. И как бы сам Левий уже принимает. Ну, такое, как бы это было не в Библии, я бы даже не поверил этому. Надуманно все это Павел говорит. Но это канонизировано. И я говорю, да и аминь. То, что там написали после, никто не канонизировал. Это так. Вот отец, какое дело. Ну, значит, я хочу еще что-то сказать. Значит, здесь же встретение, это встреча. Да, встреча. Значит, здесь он переводил, что там Дева в очреве примет. Ну, конечно, это... Ну, как предание. Предание. Как говорится, легенда. Да. Но здесь, видишь, он же Симеон, как иудей, и как здесь Божий человек, он знал Писание, что придет Христос. Не знал он этого, не знал. А то люди придумали, не знал. Нет. Что Христос и умрет, это никому еще не было открыто. Да. Он знал, что вот этот человек, который на руках у нее, Дева родит, вот все в этом, и ты не умрешь. Еще 320 лет будешь ходить по земле и не умрешь. Нет, но по вдохновению... А вдохновение, это Бог побудил. Вот у меня сегодня по вдохновению, я вышел на улицу, а я не знал, даже, оказывается, человек меня ищет и не знает, где мой дом. А я вышел в потемках. Я вышел по вдохновению. Я никогда не выхожу, а сегодня вышел. Да. А, ну, здесь это да. Но Ветхий Завет, все пророчества, каждый пророк говорит о Христе. Да. Идет Спаситель. Да. Поэтому здесь, значит, если ему Бог сказал, иди в храм, ты встретишь того, о котором говорили Моисей и пророки. И вот когда, значит, Ага, и вот пришел, ему сразу же Бог сказал, как Иоанну Крестителю, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. А здесь ему сказал, вот сей младенец идет на падение и восстание многих. Поэтому здесь уже мы, значит, праздник, он, скажем, в Евангелии. И самое главное, что встреча со Христом произошла. Вот, допустим, как встреча Захея, вот этот негодяй, здесь, когда он увидел себя, значит, он сразу встретился со Христом. И когда Христос проходил, значит, он увидел, что самый чистый человек, самое чистое сердце, говорит, слазь дерево, мне нужно быть у тебя дома. Или блудный сын увидел себя здесь. Или Давид увидел себя, когда ему пророк Нафан сказал. Здесь вот эта главная тема, я думаю, это встреча здесь. Отец, остановись сейчас. Вот не знал он, никто не знал, даже дьявол не знал, ты ли сын Божий, он не знал. И здесь, а вы за кого меня посчитаете? Одни считают за Иеремию, даже уже Христос ходит, совершает чудеса, воскрешается мертвая. Иоанн Креститель не знал. Он говорит, ты ли тот? Ты ли тот? То есть, это было очень и очень непростое дело. Ты ли тот, которого нам ожидать? Хотя, говорит, возьмет грехи мира, но они никак не могли совместить с пророчеством, которое сказал Моисей. 18 глава, 15 стих Таразакония. Из вас вас ставит пророка, как меня слушайте. Когда к Яну говорили, ты ли пророк? Он говорит, нет, хотя мы знаем пророк. Там стоит в греческом артикль определенный, как в немецком языке, der Mann. Der стоит, der K, там буква с крючком стоит. Ты ли тот пророк, который придет? Он говорит, нет, я не тот, я просто пророк. Пророки говорили о многом, о христе они говорили совсем мало. Совсем. Они говорили о разрушении Иерусалима, о казни, которую Бог послёт за Бога отступничество. Вот что говорили. А что говорит, все пророки говорили о Христе, этого нет. Где мы видим у Иллии пророка, у Иллисея, чтобы он говорил о Христе. Да, да, это правильно, отец. Здесь вот что ты говоришь, это к тем пророкам и тем людям относится. Но здесь слова Семёна, они говорят, видели очи мои, спасение твое, свет во откровение языков и славу народа твоего Израиля. Они не знали, еще раз говорю, у них главное было освобождение Израиля от иноземного гнёта. Не все ли время ты устраиваешь царство. И они по левую и по правую руку хотели сесть. А те-то еще раньше, те вообще ничего не знали. Не знали, отец. У них мысль была заложена другая. И когда ветви постелали, они хотели восстарить в Иерусалиме. И когда Христос узнал, что хотят его царем сделать, царем каким? Здесь, на земле. Не все ли время восстанавливаешь царство Израиля. Так, останови на этом. Вот какое дело, мы должны проникнуть, что в народе-то было. Это хорошо Александр Мень описывает, златоуст. Прямо говорят, у них мышление было на уровне Израиля. Не все ли время восстанавливаешь царство Израиля, не царство небесное. Даже Павел говорит, и царство Божие, внутрь вас, царство небесное, внутрь вас. Они этого не знали совсем. По праву, по леву сесть. У них мысли-то какие были плотские все время. И за кого посчитаете? Они ходили с ним, а кто он такой? И когда усмирил бурю, они, а кто сей такой, что буря покоряется? И когда он шел с ними, воскресший уже, считаем, у ангриста Луки, и упрекал их за неверие. И в дому сидели, упрекал за неверие. Апостолы, не то, что там Симеон. Симеон вообще ничего не знал. А нападение на восстание, то есть они не поверят, что это пророк. И поэтому, который не поверит, он споткнулся, как камень, который спотыкается. А на кого-то камень сей упадет и раздавит. Но что именно это Христос, что это второе лицо Троицы, ни один не знал. Ни один. Нигде. И он показал себя ангелом. Даже ангелы не знали. А ангелы, это я беру все из златоуста, блаженного филакта. Это все попы накрутили монахи. Им надо было этот праздник как-то оправдать. И мы не должны бояться сломать это рутинное понимание. Они были от Бога в Духе Святом, но, конечно, они не видели. Не знали. Почему? До времени. Время не наступило. Они не понимали, но, говорит, в день, когда Он откроет. Его день не настал, день Господень. День Его страдания, а потом воскресенье и вознесенье. Это мы соединим в один день. Они не знали, а что ей пронзит душу, скажет и будут говорить. Это все относилось к Израилю. О том, что будет почитание Божьей Матери, счастнейшую хюрвим, это спустя семь столетий придумают только. Но Он же матери сказал, что тебе... Ублажать. Слово «ублажать» встречается в Библии не один раз. И к одному человеку. Это переводчики перевели правильно. И когда мы говорим Божьей Матери, теперь это все знаем и возвышаем. Теперь смотри. У нас еврейка одна здесь появилась. Она ходила у нас. Но члены ее не принимали. Фаина Соломоновна. А, да, да, да. Я говорю, скажите. Вот вы... Она когда верую поет, она не пела. Потому что Бога истина от Бога истины. Они мессианские евреи. Она признает ее за Мессии, но не за Бога. Я говорю, как же ты так можешь веровать? А она мне и говорит. Вот Христос на земле. Он как... Захея, ты принял бы его? Я принял, конечно. Но он сидит за столом, обедает. Ты веришь, что это Мессия? Я говорю, да, верю. Но что это Бог, сотворивший мир, через Него все начало быть, ничто не начало быть. Вы поверили бы? Я говорю, нет. Я себя знаю, и как бы я поверил? Это Бог необъятный. Всюду, везде. Сойду ли в преисподнюю? Там ты. Зайду на небо, там ты. И я бы думал, что у меня за столом сидит и ест. Нет, конечно. А теперь я верю, потому что прошло время. Никео Цареградский, там, не символ веры, а ария победили. Теперь уже, вот, четвертый век, и все еще не решили. О Христе дальше будут беседовать до Седьмого Вселенского Собора. И все еще там монофилиты, монофизиты будут. Учение о Христе очень трудно давалось. Оно необычное, непонятное. Посему, говорит, явился во плоти, показал себя ангелом. Его ангелы не видели. Почему они воспели, когда на полях-то, вифлеемских, пастухам-то? Они его увидели первый раз. Может быть, миллионы лет они его воспевали, свят-свет, а никого не видели, свят-свят-свят Господь Савоов. Мы должны в Духе Святом это все видеть, ничего не отрицая. Вот счастнейшую Херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, это все монахи придумали. И придумали, это нигде в Библии не написано этого. А католики приняли, что и она сама была бессеменно защата. То есть, остановки никакой нету. Нету. Вот, Бог свят. Сравнительная степень святее. Один другого святее. Но святейший, это превосходная степень. Бог нигде святейшим не называется. А грешный человек называет себя святейший. Так мало того, он называет ваше святейшее святейшество. А папу называют все святейшества. Даже еще все добавили. Безумия нет, это не гордыня, ничего. Бог свят. Свят это самое простое, обыкновенное. Хорошее, лучше, наилучшее. Превосходное. Святейший патриарх. Святейший папа. Ну, слова свят недостаточно. Будьте святы. Не сказано святейшими. Слово святейший встречается три раза в Библии. Один раз Иуда говорит, назидая себя на святейшей вере вашей. И второе, говорит, на святейшем месте сие, где храм был. Где жертва возносилась. Больше нету. А что человек будет называться? Бог говорит, мне на ум не приходилось, что вы делаете? Я не могу его назвать святейшим. Я могу назвать его там, ну, как преосвященство, что-то. Это Богу принадлежит и во всей святой Библии от корки до корки. Слово святейший в них в другом мысли к Богу даже не относится. А что, Можем, выше свят? Он в ангелах своих усматривает что-то. То есть святыми даже и то под сомнением. А тут к смертному человеку святейший. А человек этот повинный во всех грехах. Как Тюччек говорит, непогрешимая греховность. А папе? Непогрешимая греховность. Другого названия ему нету. Эти, не знаю, табачные, водочные, дельцы, такое имя на себя принимают. Страха Божия нету. Не бойтесь это сказать. Если вы любите Бога, любите Библию, в Духе Святом посмотрите. Зачем это нужно было? Павел говорит, избран святым. 14 посланий. Нигде нету, чтобы святейшие были. Никто, ни Павел, никто. Раб Иисуса Христа, высшее звание. В награды мои я больше всех пострадал. Меня били, гнали. Высшая награда. Эту награду может показать папа или кто-то? Не может. Они живут, шукует, едят, что хотят. Не надо бояться сказать людям, если ты их любишь, возвести им, дабы их кровь я с тебя не взыскал. Из Икииля 3,18. И когда проходит время, мне приходилось при епископах беседовать, я сказал проповедь. Да ко мне подходят епископы. А откуда вы взяли? Я говорю, я неясно выразился. Да я вижу, что все у нас неправильно теперь. Я говорю, ну я православный, я так и буду сделать, как положено. Святейшую каждый день считаю. Но в уме я знаю, это выдумка монахов. Они Библию не знали. Они ее прятали. Я говорю, что много лет я задавал вопрос, почему священству противилось переводу Библии? Даже Александр Первый не мог их победить. Весь Синод восстал против. И потом нашел. Филарет ему, митрополит говорит, ваше императорское величество, если Библия будет переведена, дана народу, в стране сразу возникнет революция. Я так ахну, отступил, чуть в обморок не упал. Но потом раздумал, действительно так. Выходит, не тем путем вели. Родители умерли, не знавшие Бога. И не крещеные, моченые только. Где они? Да я за родителей своих, говорит, глотку любому перерву. Вот так люди думали. Это не я не себе говорю. Революция будет. И так и получилось. Перевели. Вот оно, с сектой пошли теперь. Почему? Да веришься всем, что попало творится. Да. Евангелие, богослужение мы заменили. Да. Да. Я говорю об этом. Маленько голову подними, ты ушел вниз. У тебя вверху много пустого места, а внизу нет. Нет. Сдвинь, ты рамку сдвинул. Сейчас, сейчас. Рамку. Ни бороды, ничего не видно. Вот так. Я говорил, закрепи на этом. Вот так. О, вов, вов. Все. Не дергай. Ты хорошо выглядишь, как патриарх. Сейчас. Всем. Да, патриарх попали. Ну, ты понял меня, что я говорю? Да, да. Я могу говорить это в любом синоде, где угодно. Побойтесь Бога. Вы людям должны показать образец жизни. А то сейчас показывают. Вот так сделали там один миллиардер в Америке, а рядом разделенный патриарх. У патриарха что? И показывают там за три миллиарда построенная дача там в Еленджике. Дорогу вокруг сделали. А этот живет в доме, купленном еще в 57-м году. Один из богатейших людей. И он пожертвовал сразу 37 миллиардов долларов на пять организаций благотворительных. И дальше. А патриарх протягивает руку. Помогите мне на автомобиль. Ну, это уже карикатуру рисует. Ну, повод-то дали мы. Тот говорит, я гностик, неверующий. И он жертвует больше половины имения своего. Самая большая жертва за всю мировую историю. И он живой сейчас. Да, Господи, да обрати ты его. Самый богатый считается Билл Гейтс. Вот это, программы тут изобрел. Мы каждый день молимся, молимся за... Кто интернет изобрел? Помощь нам такая. А кто? Тим Бернерсли, Тимофей. А телефоном я пользуюсь. Кто изобрел? Мартин Купер. И мы ежедневно молимся, Господи, дай им веру Твою святую. Вот это Дональд. Пресвятерианец. А Клинтон была. А она там, методистская церковь. А ничем не отличается. Господи, мы молимся, дай ему святую Твою веру. Чтобы было священство. Без священства нет церкви. Как он может не понимать такой умница? Да, вот, отец, я еще хочу зачитать. Вот здесь я открыл про Симеона. Давай. Да. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. Почти стяк давай. Главное утешение Израиля заключалось в освобождении от иноземных захватчиков. Они все понимали только так. И апостолы так понимали. Он не мог больше апостолов понимать. Неужели мы скажем, Ян Богослов был грешнее его? Ни одному пророку Бог это не открыл. И даже Исаия, когда его называют ветхозаветным евангелистом, все девы, приимет, будет, распят. Дальше они не понимали. Да. Я не могу развязать обувь. То есть смерть что-нибудь, что-то не мог понять. Это Иоанн Златовус говорит. Да, да, это правильно. Но вот когда Христос пришел здесь, и вот рыбаки эти, будущие апостолы, следуй за мною, Петру и Иоанну, да? Да. Здесь, здесь, вот здесь, вот здесь, я уже, как, вот эти цитаты, вот, ну, именно, они поняли, что это Мессия, Спаситель. Да, Спаситель. Избавитель от римского гнета. Да. Вот они, дольше они ничего не понимали. Почему? Считаем, когда Он воскрес, и упрекал их за неверие, и начал доказывать им, когда они его встретили, из закона, пророков и псалмов. Он доказывает, воскрес, что они все еще не верят. И, и как они поверили, что Он Бог? Это вообще чудо. Когда впервые Фома это произнес, а теперь Павел бежит, пишет, сущий над всем Бог. Это очень нелегко, что в человеке воплотился. Два миллиарда мусульман не верят сегодня в это. Ну, хорошо. Эта тема понятна. И вот, это 26 стих, это Лука 2, 26. Ему было присказано, то есть Симеону, Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Христа, это означает Христос, помазанник. И когда мы читаем книгу Еремит, там написано, скажи помазаннику моему Киру. Слово помазанник, Христос по-гречески. Кир, Кир-то совсем такой царь-то, ничего не знает, это почему он освободил народ израильский. И поэтому помазанником Горбачев является. Горбачев, который дал свободу храма открывать все. Слово Христос употребляется по отношению... И тебя слава, Слово помазанник и Христос, это одно слово, это мы знаем. Да. Ну, допустим, говорят, фюрер, фюрер нельзя говорить, а что как вождь, а вождь Сталин можно, а это одно слово. Там фашизм, а здесь коммунизм, там фашизм, связка общая и коммуна общая, это одно и то же слово. Это рассчитано на таких, которые ничего не знают. А когда мы вникнем, мы понимаем и в политике, и во всем, это сатана крутит. И здесь они понимали, что это Христос, то есть помазанный Божий. Они могли бы не переводить. Переводчики иногда переводили, иногда не переводили. Талифакуми. Почему оставили непереведенные? И когда говорит, на кресте говорит, Ава, зачем Ава говорит по-сирски? Сирийцев рядом не было. Мы должны это знать. Знать почему. У блаженного Фефилакта, который из всех святых отцов брал, там это объяснено. Ну, отец, знаешь, я, конечно, у тебя большие знания и такие примеры. Сейчас ты говоришь, что я это, ну, восхищаюсь просто. И мне это приятно слушать. Но видишь, на ум простой человек. Если мне, вот, Господь говорит, там написано в слове, да, коли не увидишь, сказано Духом Святым, что не увидишь Христа Господня, да, значит, и притом, здесь, вот я когда сейчас был, значит, они все говорят, Мессия придет. Да, и они подтверждают твою мысль, что здесь Он нам восстановит храм и сделает, восстановит царство, которое было там при Соломоне. Они сегодня так понимали, как-то понимали. Христос, Дух Святой заложил одну мысль, а они понимают другому. Один человек говорит, я отвечаю за то, что я сказал, а не за то, как ты понял. Да, но здесь уже, понимая, ихние пророки, так называемые, там здесь вот спрашивают, вот в Писании так говорится о Христе. И вот он начинает, Ава Рамбам сказал, Ама Моше сказал, и такое скажут, что он вообще-то ни в какие оборота не входит. Но когда мне вот говорят, ну я здесь просто говорю, что здесь доколе не увидишь Христа, не умрешь, доколе не увидишь Христа, Владыку. Значит, и здесь, как будучи муж праведен, благочестивый, конечно, он знал эти пророчества, что он пророка воздвигнет вам, вот который говорит Моисей, как меня, его слушайте. Как меня, не больше. Да. Да, здесь, ну здесь уже явно говорится о Христе. А не явно, я тебе говорю, это Дух Святой сказал, но люди-то, я вот о чем говорю, но люди-то понимали по-своему. Не, но Симеон не простой был, понимаешь, но апостолы непростые, все эти места они знали и считали, и Божья Матерь была непростая, она слышала, все понимала так, она поняла, что нарехнулся Христос, вышел из себя, пришла взять Его, она мать родила, она слышала приветствия Елисаветы, она слышала слова Симеона, и все равно она не верила, что он Бог. Что спрашивать про Симеона, когда Божья Матерь не верила? Ага, да, но, говорит, он вышел из себя, вышел из себя, то есть, рехнулся умом, и пришли взять Его домой, это Он сам уже не придет. Паркинсон, там болезнь у него теперь. Ну, здесь, конечно, очень можно согласиться. Ну, а как же? Христос явился, они сидят заперты, Он воскрес, они ходили, все видели, Он им на горную проповедь говорил, так написано, не все, всему миру не вместить, что Христос сделал, и несмотря на это, первое, что Христос сделал, говорит, упрекал их за неверие, упрекал, почему Дух Святой не сошел еще, со дня Пятидесятницы все изменится. Он был в Духе Святом, этот и Семен, но это только предначаток Духа Святого, дальше не шло. Это начаток, то есть, коснулся, вот это открыло область, и все. И Христос, когда дунул, примите Духа Святого, дунул, так получили, а нет? Получили. Какую? Кому простите, прощать грехи. А на проповедь Духа Святого им Бог не дал силы. Они сидели еще 10, сколько там, 10 дней, 40 дней, ждали, когда, и теперь, говорит, ждите обитованное Духа Святого, и обречете силы, и будете мне свидетелями. Так ты же дал Духа. Дал только на одно, прощать грехи, потому что за это время кто-то может умереть, чтобы его разрешил священник, апостол от грехов. Вот как. Ну, мы должны глаза открыть маленько, чего мы совсем не понимаем. Они понимали только по Израилю освобождение от иностранного гнета. Это и понятно, любой желает этого. Но не всех, вот, допустим, к евреям начинается Бог, издревле говорил в пророках. Да. А в последние дни, да, уже в сыне. О, значит, да. И они его не понимали. Христос говорит, послание... Нет, они сейчас не понимают. Нет, он говорит в 8 главе евангелитана, почему вы не понимаете речи моей? Они слушают. Это люди, прихожане храма были, по-сегодняшнему-то сказать. Почему не понимаете речи моей? Слова мои в вас не вмещаются, он говорит. И они молятся, он говорит, ваш отец дьявол. Люди, которые вокруг стояли, это были не филистимляне. Это люди верующие были. И когда он простил, кто может прощать? Один только Бог. За Бога его никто не признавал. Только Бог. Но ты говоришь в общем, я говорю именно, которые люди здесь, вот и даже сейчас мы видим, сколько там вот этих евреев здесь по отцу и матери принимают Христа. И сколько священников есть, православных, которые здесь исповедуют, здесь именно дети Авраама и по плоти, и по духу. Так что здесь, да, ну, Симеоном здесь... Нет, ты понимаешь, ты уже службу служил, ты уже повторял не раз, так и говори, как сказал, но для себя знай, Симеон ничего не знал. Ему только открыто было, что это благословенный, он придет, и они понимали только об Израиле. Почему Господу, Господь говорит, уже воскресший, говорит, проповедуйте сынам Израиля. Апостолы пошли никому не проповедовали, кроме Израильтянам. И все. Уже апостолы, уже в духе святом, и все равно пошли только к евреям. Они не могли выйти. И Павел потом уже послание Галатам громит их. Они все еще не могут допустить язычников. А он умер за грехи всего мира. Ему надо было долбить и долбить Павлу, считая послание к римлянам. Это было все очень непросто. Евреи из поколения в поколение понимали, они и Бога избранные. Они, как они поняли, править миром. 72 года будет страна работать, деньги копить, Советский Союз, а потом сразу Абрамович Березовский все в Израиль, в Америку столкнут, и все. Везде евреи. Прессы, юриспруденция, пищать, все еврейское сегодня, везде. Я не ропщу. Нет. Я благословляю этот народ каждый день. Я знаю, что в этом мое благословение. Вот как. Да. Ну, хорошо. Да, вообще вопрос сложный, и не так просто его решить. Ну, я в этом сложности никакой не вижу. Если я знаю теперь конечный результат, задачка мне известна. Когда мне заранее сказали, что он воскреснет из мертвых, и он придет судить мир, теперь я в этом ракурсе все и смотрю. А они говорят, которые экскурсоводы, здесь был Менхиседек. Я тебе говорю, я, ты, может, слышал мой рассказ, как в Исаакиевском соборе в Ленинграде. Там был, ну, это экскурсии идут, это же музей, музейная. Там этот маятник Фуко висит там. И вот она говорит, а групп 5 или 6 идут по сторонам. Уже большой храм-то. Главный храм России тогда был, не Ленинграда только. И она говорит, а над воротами царским написано, поднимите врата вверхи ваши, и войдет царь славы. И она говорит, это воскресенье, когда Христос воскрес, вот это, Пасху священники справляют, и они одеваются в красивые одежды, и это про них написано. Я говорю, это не так. А как? Такая оказалась, молоденькая совсем. Я говорю, врата, это ворота, вот которая, вверхи, это вот перекладина вверху, которая потолочена лежит. И она ему вот так стала. Христос заходил, вот такой был, он заходил. А теперь, когда он воскрес, он вырос ростом, он поднялся, он другой в глазах, теперь вот как, а он никому не кланяется, и говорит, вверхи, поднимите сами врата. Они поднимаются, и войдет царь славы, в день воскресный. Она мне и говорит, так тогда вы ей объясняйте. Я тогда говорю, все группу подошли сюда, забили, как селедкой весь этот собор Исааковский. Билеты там продают на выходе, а зайти нельзя. У них впервые, наверное, за всю историю Исааковского собора это было. Тогда ко мне подошли, потихоньку говорят, вы выйдите туда к выходу, чтобы народ маленько столкнуть. Тут вопросы пошли, а я объясняю то, что изображено. Исааки, собор. А что Исааки, не знаю, я говорю, далматские Исааки. И вот эти события, которые там с чугуном вылетели, я их объясняю, вы потом посмотрите. Они ничего не знают, даже гиды эти. Но главное, девчонка попалась, отдала мне все в руки. Ну, я, конечно, начал говорить там вверху, изображения, иконы, все. А, мол, это. Я проповедовал где? В Третьяковке, в Эрмитаже, в храме Василия Блаженного, даже на территории, или рядом там, где пушка стоит, Кремля. Ты это знаешь? Это Бог позволяет о Его славе возвещать везде. Да. Ну, тогда можно на второй вопрос переходить. В это воскресенье будет неделя о страшном суде. Да. Да, сейчас я открою. Да. И вот я открыл проповедь, ну, просто посмотрел священники, что говорят в интернете, много проповедей, учителей и известных. И вот Дмитрий Ростовский, да, здесь у него есть сборник проповедей, даже три тома вышла, и вот его проповеди, его поучения, да, и здесь уже, значит, я тебе прислал эту всю проповедь, да, но там есть вот такие слова о втором пришествии Христа. и придет Сын человеческий во славе своей. Это во время второго пришествия на земле Христа Бога нашего, имеющего прийти со славою. Да. Ну, тогда, значит, вострубит здесь, и мертвые восстанут нетленными. Да. Да, и вот здесь, вот он уже разъясняет вопрос. Ну, тогда, значит, убоятся все, и первый страх великий, ну, я уже пропускаю все, чтобы вопрос главный был. Первый страх великий будет для грешника, когда то, когда трубный глаз повелит каждой душе войти в свое тело. то тело, которое было превращено в прах, землю, совершенно уничтожено, но которое по велению Божию снова придет в свой первоначальный состав. Значит, по велению Божие то тело уничтожено, по велению Божию первоначально войдет в свой состав. И снова все члены станут на место. И вот как семя брошенное на землю, хотя и сливает, однако в надлежащее время оно прорастает и производит сначала траву, колос и, наконец, плод свой. Так и тело здесь восстановится. цитата. А еще зерно пшеничное паши в землю не умрет, то останется одно, а еще умрет, даст много плода. Так и тело человеческое, умершее и слевшее и превратившееся в прах, в одно мгновение от звука трубы воспримет силу своего роста и пройдет свое прежнее состояние и оживится своею душою. Значит, душа опять войдет в тело. Да. Да. здесь все правильно. Правильно все. Да. Вот хорошо. В то время буду говорить я, говорю я, великий страх для души грешника, выпущенный из темницы будет великий страх для грешника, который вышла из темницы адских уз, от уз мертвых к телу, чтобы соединиться с ним. Значит, исада вышла. Да, так и будет. Ибо когда приступит она к телу своему, то увидит его уже не таким, как оно было при жизни, но измененным. Да. И жизни оно было убрано, украшено, красиво, любезно, а тогда будет безобразно, нелепо, скредно, искаженно, гнусно, омерзительно, ужасно, подобно какому-то страшилищу. лицо раскрашивающееся всей жизни для прощения будет отчернен, будет черное, как смола и горящим пеплом посыпано, горящим пеплом. И на тех местах, где на лице были значит, именуемые мушки, там сядут страшные жабы. Ну, это придумано уже. Жабы, все это придумано. А до этого момента говорит правильно. А про жабы не надо. А что будет тело исхорожено. Вот так вот, да? Да. Жабы никогда не поминай. Нигде в Библии нету, что там так в аду будет. Да, да. А до этого все правильно. Да. Значит, но когда пристают телу своему, то увидят его уже не таким, но искороженным здесь. Да? Да. Это так, да? Так, именно так. Да, да. Вот до этого, говорит, течет огненная река перед престолом. 12-7 глава к Даниилу говорит. Я сектантов спрашивал, для чего огненная река? Никто не знает. И Фрейм Сирин говорит, все пройдут через реку, праведники воссияют, как солнце. Перед престолом протекала огненная река. Это одно место в Библии, только одно. И Фрейм Сирин подробно говорит, а не счастливые выйдете? Надим, как написаны дела его, блудник, вор, все это такое. Именно страшно обгорелой головней будет. Как бы из огня спасется. То есть не уничтожится, как адвентисты седьмого дня говорят. А спасется, спасется от уничтожения и будет брошен в озеро огненное. Да, 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 все. Да, вот это, вот это хорошее пояснение. Это Златоуз говорит, это не я. Мне это не открыто. Да, ну вот, видишь, ты открыл, нашел. Ну я насчитывал все 12 томов, я поэтому постарался запомнить. Да, очи, высоко, ну, очи, которые были высокобровные, да, ну, красивые глаза, которые были исполнены любодеяния и плещения, будут тогда как очи змеиные. Не надо дальше считать. Не надо. Это, если это, мы не знаем, писал ли он Дмитрий. Нигде раньше этого не было написано. Сейчас могут написать и ни на чем не обосновываясь. Какую-то рукопись найдут. Он рукопись это свои, куда положил? Под голову, в гроб. И сейчас могут врать сколько угодно. И поэтому говорить, говорил ли он и не говорил, даже сказать нельзя. Это был писатель, талантливый писатель. И он в житиях святых от себя говорил, может быть, процентов 80. Никаких данных не было, ни в нотарии не записали. А он прямо прямая речь, кто сказал, что сказал, такой-то, диаскор сказал то-то, Варвара ответила то-то. Прямая речь. Если в Библии написано, сказала ведьма Эндорская, именно сказала, сказал Самуил, который из Преисподня, именно Самуил сказал. Здесь верить ему никак нельзя. Данных никаких нету. Вообще никаких нету. И ему уже неоднократно этому Дмитрию Ростовскому было показано, он сам пишет. И однажды, говорит, я ленивый, говорит, я ленивый, на моление-то, благо вес ударили, идти-то. А я, говорит, еще прилег. И заснул. И в это время я увидел. Подходит ко мне муж и говорит, ты обо мне вот пишешь вчера-то, а пишешь-то неправильно. Он говорит, а почему? Ты сказал, мне руку только там вывернули, а мне вот это ноги-то, там где икра-то, отрезали косой. А вот здесь-то мне ребро проткнули прямо насквозь. Он говорит, а кто-то? Он говорит, орест. А он как раз о нем писал. И тогда он дописал. То есть даже явления ему были, что он пишет неправильно. И а что он во сне видит? И вот я вижу, рака стоит. То есть это не гробница, а рака. И там мощь заплеснилая такие, неухоженная. А кто это? Варвара великомученица. И я, говорит, тогда начал их обмывать, обтирать. Это он сон видел. Он на снах жил-то. У него духовного рождения совсем нигде не видно, как у Игнатия Брещанинова. Вообще нигде, даже признаков нету. Надо смотреть серьезно, как Писание говорит об этом. И он говорил, почему в житиях многое не хотели пропускать, когда переиздавали. И это пишут там Ключевские, историки пишут. Но преобладающее мнение было такое-то. Допустим, Карамзин, кто там пишет, сказал, вера прежних людей была больше, и поэтому вера в чудеса больше. Оставим, как было. Когда я начитывал жития святых все до одного, 12 томов, а потом второй, третий том настольной книги выпустил о патриархии, я с ними сверился, и еще 174 жития новых нашел. И все это начитывал, составлял симфонию, составлял каталоги мне известны жития. Там есть такое, что я в колокол бил. Ни одной строчки не пропустил, но бил. В одном месте написано Афанасий Афонский, святой. Он был Авва, и строили новый храм. Ну, тогда не было этих железных-то, деревянных-то. Ну, нагрузили, монахи таскали, таскали, не глядели, сколько-то. Он пошел с комиссией, шесть человек-то. И когда они были, ну, шесть человек, это по 70 килограмм, и уже полтонны. И рухнули леса, и кирпичи на них пали. И убило шестерых сразу. Это сегодня бы инженера по технике безопасности посадили бы. А он остался живой, долго кричал, лежал там. Ну, когда вытащили, он уже полумертвый был. Так они что сделали? Одежда его пропитана кровью. И в знак почтения они эту одежду вымачивали и эту воду с кровью пили. Когда даже кровь животного нельзя пить. 15 глава Деяния апостолов. Кровь в Ветхом Завете запрещена была. И кто будет пить, душа истребится. А это кровь человеческую пьют. Я в колокол три раза ударил. Или такое причастие тогда в руку давали, а умершие, а они приносили и причастие на могилу ложили. Ну, ты сам священник, скажи, годится это? Нет, нет, нет. Ну, я-то не буду прибавлять еще. У меня это все записано в симфонии. Ну, вот здесь этих мощстей миллионы там приходят. Здесь это конечно и даже слово о Христе не скажут. Нет, не скажут. Совсем не знают. И вот, допустим, один из плена, Петр, житей Петра там одного, воин был, молился, молился, и вдруг ему явился там кто? Георгий Победоносец и вывел его из плена. Ему видение было-то. И он теперь домой не пошел, в горы забился. И в это время он молится, и кто-то к нему приходит, домашний, и говорят, ты уверовал во Христа, а мы-то ничего не знаем, ты к нам приди, расскажи. Ему сразу же, от сатаны, от сатаны это. И другая, отец Бога не знает, болеет. Ты бы рассказал, пришел, слуги приходят оттуда, ему говорят, и он молиться начинает, ему сразу, нельзя идти, ты монах, тебя нет, нельзя. Ну, кому надо, тебе обратятся, как староверы говорят, до нас тысячу лет лежало, пусть дальше лежит. Это в житиях написано, если зовется на проповедь, от сатаны, а если залезть подальше от людей, никому не говори, это от Бога. Вот, слово великий, Василий, великий, великий с большой буквы, это прозвище. Он не златоус, а великий. И таких великих, я спрошу Осипова, допустим, сколько он не ответит. Это надо знать все, все до 1173 жития. Я занимался, не то, что я выдумываю, 17 человек, для себя где-то пометь, 17. А как он, великий, признак великого, как определяется? Кто определял? Да монахи определяли. Вот царь Феодосий, у него два сына, до конца доскажу сейчас, два сына, у него, у Феодосий, он хороший император, богобоязненный, конечно, с врагами он круто расправляется, как Соломон, и два сына, Аркадий и Гонория. Ну, Гонорий, западной части, империю над двум сыновьям разделил, а Аркадий здесь. Это слабобольный такой потом. И вот, пришло время в школу идти. Надо, чтобы он знал и мирскую литературу, и божественную. Божественную. Дал такой клич, по монастырям везде искать. Такого нет. Знает божественную, мирского, ничего, дундук. Два класса нет. Если знает, для него земля плоская, солнышко там рядом же, где-то, то есть, ничего не знает в астрономии. Не могли найти. Тогда он обратился к тому, который в той части, и говорит, там наказано какое-то, тригели и кто. Ты, говорит, поищи там, не найдешь ли такого, чтобы знал все. Тут был он профессором, и по-божественному, кандидат богословских наук. И он нашел одного такого. Нашел Арсений. У него наука мирская была, как у Златоуста, он же у ног Ливания учился-то, как Павел-то был, у ног Гамалеила, и по-божественному все знает. И говорит, этот-то, ну, худо нам будет, если мы не отдадим такого человека. Все-таки, целая империя искала. Его отправили туда, он не идет. Да, закуда я пойду, да я монах, да его кое-как выковырнули оттуда. Он пришел, ему он дает там звание советника, там генерал-полковника, я на сегодняшний язык перевожу. Совет царям давать, ты будешь иметь должность, воспитатель царей. Царей. Двое, два сына, это будущие цари будут. И он теперь воспитывает. И однажды он заходит туда, где школа-то идет, и видит, ученики сидят, а два ученика всего в классе-то. И он стоит, он поздоровался, а кто здесь преподаватель? Ваше императорское величество, это я. А это кто сидят? Ваше императорское величество, это ваши дети. Здесь нет детей. Здесь школьники. Учитель должен сидеть, они стоят, а ну встать сейчас же. И чтобы я больше этого не видел. Если нарушают, дери их как следует. Никакая императорская лисица сюда не зайдет. Рост потребнадзору, места здесь нету. Он как нагнал ему страху, а однажды Аркадий и провинился. И он его отодрал так, что у него рубцы остались на всю жизнь. То есть это не худо, это не красные пятна, за которые сегодня судить будут. Это порванная кожа. И он, когда отошел, отмочили его. Только умрет отец. Я царем буду. Я его убью сразу, этого Арсения. А ему кто-то пересвистнул это. И он теперь думает, как уйти? Как? Он молится. Что сделать-то? Переоделся в старое лохмотье и под видом нищего. Вышел и в пустыню дер. А в этот ему голос говорит, беги и спасайся. Он контактером стал. Он не знает, кто и нигде в житиях не написано, кто это говорит. Голос. Просто голос. Молчи и беги. То есть два слова вопреки Евангелия. Как говорит, дороже поста и молитвы. Главное оружие Бог дал, а монахе послушание дороже. Главное оружие против сатаны. Это сатана сказал, дороже аву какого-то слушаться, монаха кривобокого. Пост и молитву Бог дал оружие, а сатана его вышибает. Дороже послушание. А кто выбил? Монахи. Кому они тогда служат, если они меч Божий из рук выбивают-то? Но если послушание дороже жертвы. Дороже всего. Дороже поста и молитвы. Я неоднократно слышал. Послушание дороже поста и молитвы. Не надо. Везде считается такое. Самуил, Самуил, когда вот это жертвой было. Нет, сегодняшние монахи. Монахи. Да, но это да. Дороже поста и молитвы. А после молитвы Господь говорит, постом и молитвы изгоняется рот этот нечестивый, бесы. И они его из рук вышибают дороже. Это на втором месте, а он и никогда не придет. Поститься будете, молиться будете, но дороже послушание аву. А там придурок какой-то. Он что попало ему говорит. Это я беру из житий. Как они издевались там над ними. Там не выскажешь, что даже ты знать не знаешь жития. А я все уставы изучал, все. И Венедиктов, и Сергиев, и Ватопецкий. Каких-то монастырей там не было, уставы были. Я все до одного конспектировал. Говорю, со знанием дела. И вот он теперь затаился. Зашел в такую глухомань, закрылся и ни с кем не разговаривает. А у него знания, он проповедник. А ему голос говорит. Дальше, еще дальше беги. Молчи. Ни слова. И он теперь думает, что от Бога всю жизнь. Приходит издалека странник. Прошел пустыню. И говорит, я очень хочу поучиться у него. Пришел к нему. Он молчит. Он говорит, отче, вот такой вопрос. Он как наклонился, так и сидел. Он посидел полдня, молчит. И он тогда вышел, а который ему прислушает и говорит, и как? Я такую даль шел, говорит. Вместе с Селой топтал пески в пустыне. И он ни одного слова не сказал. Он говорит, подожди. Он вернулся и говорит, Ава, вот человек-то издалека приходил, он так устал, весь изможденный, а вы почему-то утешение ему не дали. Ну, дальше история известна. Если бы он спросил меня о том, как спасаться по-монашески, я бы ответил. А спросил такой вопрос просто библейский, о небе. Так вот, он в монастырь, когда этот свой-то он не основал, он прятался. А и как его видеть, говорят, в воскресенье он приходит иногда, и будет, вот он при творе стоят закрытый. Он дорога не разговаривает, обратно не разговаривает, в храме не разговаривает. Он вот так закрытый, но это именно Арсений. От кого же это было-то? Знания громадные, во всех двух империях такого нету. Это монахи пошли этим путем. Там силы несказанные ушли. Мухаммад умер в 632 году, Мухаммед, Магомед. И ни одного в 632 году и ни одного Кирилла и Мефодия не послали к ним за 6 столетий, аналоги брали. И встретились только уже в Константинополе, где сейчас Стамбул. У них Анкара столица-то. У Стамбул была когда-то. У турок-то. Ну мы должны это все когда-то разобрать-то. Но это по Евангелию это ни одного шага не сделать. Вот Мария Магдалина и Мария Египетская. Как Андрея Кирицкая считать каждый год Мария Египетская? А она даже полдня не жила по-евангельски. Нигде. Блудница. Блудила всю дорогу. Пришла в один день покрестилась и все. И в пустыню ушла. Голос сказал и никакой голос. 47 лет она там была. Какой пример? Ни один человек ей не подражал. Это нельзя подражать этому. Ну это изуверство. А Мария Магдалина называется апостол для апостолов. Ее даже вообще как не знают. Кто это так вот вывернул-то все? Марию Магдалину надо поминать каждый день. А Мария Египетская я ее каждый день молюсь, но не больше. Подражать нельзя. Ну как подражать-то? Алексей Божий человек. Божий. А остальные вот с этой присказкой Божий человек. Даже Златоусь не Божий человек. Серапиму не написано Божий человек. А тут Алексей Божий человек. А что? Родители глубоко верующие. Отец сенатор. Щедро дает милостыню. Воспитан в религиозном духе. Но как мы догадаемся? Идет под венец стоит. Зачем он пошел-то? Пришел домой в окно вылез и убежал. И невеста всю жизнь сидит и плащет. Мать плащет. А он в конуре у них потом придет весь изможденный через сколько лет и будет смотреть на них. И только когда умрет заблагоухает. Даже моли пусенького нету божественного. Я говорю, а ты в кого назван? В честь Алексея Божий человек. Алеша. Я говорю, сколько тебе лет? 40. Я говорю, у тебя дочь есть? Я говорю, а ты чтишь этого Алексея? О, это мой покровитель. Я говорю, вот у тебя дочь ты выдаешь замуж, да? И вот он с ней повещается, ты православный. И в первую же ночь он с ней не переспит, ничего, потомство не оставит. В окно и уйдет. Как так? Ну, ты биографию считай, жития святых. Алексея Божий человек, там другого нету. Да я бы его своими руками задавил. Ну, вот и все. Это на моей дочери, которую я воспитывал, я жду наследника, у меня все есть. И он бы над моей дочерью так издевался, да зачем же он под лес пошел тогда под Венеса? Я говорю, да что горечишься-то? Ты сейчас только говорил, это твой святой. Да какой это святой? Ну, ты-то не хотел знать, я тебе рассказал, зря сказал. Я его посчитать не буду. Посчитай, церковь посчитает и ты посчитай. Но ты маленько-то думаешь, подражать нельзя Марии Египетской. Алексею Божий человеку нельзя. Образно бросают жен, это алименщики сейчас ходят, но они не по вере делают, а по облегчению для блуда. Ну, маленько-то он, учитесь видеть. Открой глаза им, Господи, чтобы они увидели. И тогда он увидел, что небо покрыто святыми, как о Гиезе молился, и Елисей Бог открыл. Они слепые, вожди слепых. И когда уходят от Павла, 28 глава, и Павел говорит, предсказал пророка вас, будете слушать, и не услышите, смотреть будете, и не увидите. Это сегодняшнее состояние. Нам не надо говорить, где-то там плохо. Хуже нашего нигде нету. Мы самые негодные от репи земли. Но работать можно. И мы видим, новые души приходят. Ко мне сейчас только один зашел, только сейчас разговор был, новый человек. Я был в сектантах, услышал ваши проповеди, пришел. Вчера разговариваю, а мы вас давно считаем своим духовным отцом. Мы благодаря вам только пришли. Из разных стран. И сектанты все. Так я-то бложка-вожка. Кто я такой? А вы-то стоите, перед вами народ стоит. А я-то еще тут только материалы выставляю. Сейчас мы насчитали все послания, озвучили, и все в интернет выставили. Это послания? Все послания. Евангелие и Откровение уже нами насчитано. По блаженному Афиателлаху, трехтомник. Уже все. Вчера мы закончили. Откровение, а, да-да, это Геннадия Фаста. Да, который собрал. Это Откровение не Геннадия Фаста, а им собранное по всем своим отцам. Имя собранное, да? Да. И мы это выпустили уже. Каждый день я выставляю по полчаса, это ролик, полчаса, каждый день. Очень, очень хорошо. Толкование и комментарии даю. Комментарии вот такие, как я сейчас даю. Да. Слово Божие живо и действенное. Оно не для того, чтобы только мы заучили, так? Да. А для того, чтобы оно в нас вселилось и притворилось в жизнь. Почему Царство Небесное подобно кому? Закваске, которая взяла женщина, положила три меры муки. Три меры муки услышал, до сердца поверил и на руки исполнил. Вот это Царство Небесное. Вот какое простое толкование самой короткой притчи. Матфея 13,33. Мы должны для народа простым языком донести Евангелие, чтобы оно заговорило с каждым, чтобы человек, выходя из храма, стал другим. Он говорит, я это услышал, и я понял, что я не прав. Я теперь буду делать, как сказано, чтобы они записывали это все. У тебя паства хорошая. Я ей удивлялся, какие они добродетельные все. Ты знаешь, у тебя история-то какая. Поэтому простым языком говори, не иди за монашескими бреднями. Нет, это... Да. Вообще, вот сейчас-то отец говорил, да, здесь, конечно, вот это сеятели, сеят слова Божьи. Вот здесь нужны сеятели. Говорят, молите, господи, нажатвы, то, чтобы выслоделатели нажатву свою. И, конечно, без Бога это в слове. Вот я на это смотрел, слово набрал, там, говорит, вы здесь не от плоти, не от крови, но от Бога рождены. Да, и слово стало плотью. Так я у вас проповедь говорил на эти слова. В Тбилиси, ну вот видишь, как... В Тбилиси, там. Поэтому, да, да, здесь, и все это, конечно, без слова, человек не узнает. Да. Эти примеры, конечно, мы даже не можем, недоступны подражанию. Но здесь, вот у меня такая мысль возникла, чтобы объединить, вот здесь всех таких людей, ревнующих и жаждущих, значит, положительных людей объединить, нужно вот здесь вот, да, общая молитва. Да. Общая молитва, здесь вот, ну, что Бог открыл, что Он есть в Слове Божьем. И вот составить такое, я уже говорил когда-то, да, молебен, здесь, именно здесь, чтобы Бог открыл людям Слово Божие. Да. Здесь эти заблуждения, эти искажения, учения Иисуса Христа, вот такие, чтобы мы здесь, так вот тебе Бог дал, такие знания, чтобы мы молились все вместе, вот за такую общую молитвою. Да. Может, этим попробуешь ответить. Дахмы, я тебе не скинул, у нас сейчас общая молитва, мы дома молимся, и по скайпу люди заходят и вместе с нами молятся, по всей стране и по земному шару. Да, 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 вот, да, да, я тоже вот буду. Я тебе скину тогда, в какое время, чтобы ты знал, это 40 минут, 0.40 на новый день, утром, 0.40, в это время мы начинаем молитву, 45 почти минут, вот так. И к нам присоединяются люди, которые в других местах, но надо выйти на одного человека, на Сергея Пупкова, который тебя сюда поставит. у нас три раза идет занятие по скайпу, по полтора часа каждую неделю, и один раз в храме, у нас 4 занятия по полтора часа. Да, да, я просматриваю. Да. Ну, давай, отец, закончим. Давай. Да, да, да. Благослови, Ощи. Значит, здесь, вот, да, дальше. Все. Сейчас, минутку. Ну, можешь выключать. Выключай, все. Говори. Значит, дальше продолжай. Это я не с тобой договорю. Значит, эти проучие, все это я вычеткиваю. Слушаю. Сейчас, минутку. Сейчас, я сейчас это, подожди, Наташа. Сейчас я скайп скажу. Отец, на ум, отходи, все. Выключай. Если надо будет, через две недели зайдешь. Да, хорошо. Спасибо. Заранее меня спроси только. Все, выключай. Спасибо.